Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые приводят финансовые инструменты выдвижения к той волатильности, за которой мы, собственно, с вами все и охотимся. Друзья, рынки становятся все более динамичными, тренды более выраженными. Очень хорошо ситуация в целом на финансовых рынках складывается, потому что по большинству идей мы отрабатываем неплохо, идем даже с опережением по ряду активов, выполняем экстра цели раньше, чем мы прогнозировали. Ну вот есть инструменты, конечно же, которые немножко портят настроение. Вот, например, нефтянка, которая, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, продолжает активно расти. Знаю то, что многие из вас уже развернулись, друзья. Может быть, вы правильно сделали, поскольку все-таки о том, верное инвестиционное решение или нет, об этом можно судить по тому, какой результат мы увидим со знаком плюс или со знаком минус. Я не буду лукавить, друзья, я держу короткую позицию. Это, правда, уже как бы половинчатый объем после того, как мы прокатились вниз. Но все равно я уверен, что и по этой половинчатой позиции удастся отработать в плюс, потому что мы, я, по крайней мере, в своем прогнозе исхожу из фундаментальных предпосылок. Почему нефть сейчас растет? Причины, судя по тому, что сейчас обсуждая это в средствах массовой информации, во многих статьях, опять же, заметках аналитических, но они, мне кажется, совершенно не теми, на которых может базироваться серьезный рост. Вот, например, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении роста нефти в связи с тем, что Роснефть поддерживает власти в Венесуэле. Опять же, как развернули этот фонд с точки зрения роста котировок черного золота? Ну, Роснефть, она берет на себя значительную функцию по логистике сырья из Венесуэлы и считается, что эти санкции станут причиной определенных проблем с предложением. Но, друзья, это не так. Венесуэла находится под санкциями уже очень много лет, и эти санкции привели к тому, что объем добычи там сократился в разы. Фактически, он находится на нулевых уровнях. И то, что сейчас санкции усилены в отношении Роснефти, это никак не повлияет на объем мировых поставок, потому что Венесуэла уже давно не делает серьезного объема этих поставок. Потом, конфликт в Ливии. Да, в плане форс-мажора локального из-за ракетных ударов по порту в Триполи, мы об этом говорили накануне, это то, что всколыхнуло, собственно, всколыхнуло, точнее, сам факт роста напряженности. Мы вернулись к Ближнему Востоку, как к региону, который снова провоцирует вот эту нервозность на финансовых площадках. Но если мы снова начнем смотреть на цифры, мы поймем то, что конфликт в Ливии, он давно уже стал причиной снижения производства. Они больше 1,2 миллиона баррелей в сутки, по-моему, производили. Сейчас показатель снизился уже до 1150. Ну, то есть, у этой истории не будет значительного продолжения. Третий фактор, может быть, на который опираются покупатели, это снижение роста количества заболевших китайским коронавирусным вирусом. Действительно, по итогам вчерашнего дня количество заболевших стало минимальным с 29 января. Но почему-то на рынке очень много скепсисов в отношении этих данных и считается, что на самом деле все гораздо хуже. Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что на разработку вакцины потребуется год. Мне кажется, это тоже заявление, которое несколько усиливает именно накал страстей и сам факт опасения, связанного с распространением вирусной инфекции. Потому что без вакцины, конечно же, не удастся увеличить серьезным образом процент тех, кто выздоравливает. Поэтому я отношусь к самому новостному фону вирусной инфекции как к тлеющей сейчас лучинке, но она может вспыхнуть, друзья. Я с удовольствием готов буду переварить эту тему и оставить ее позади. Но когда будут более-менее серьезные сигналы того, что худше уже позади. Поэтому я ни в коем случае не буду сейчас настойчиво отговаривать вас о том, чтобы присоединяться к ралли. Это в любом случае, друзья, ваше решение. Но если вас интересует мое мнение, на рынке нефти сейчас, так же, как и раньше, нужно было действовать, исходя из фундаментального фона. И этот фон располагает только лишь к продаже. Дальше идем. Доллар-иена 111.34. Я, кстати говоря, друзья, буквально когда анализировал сегодня динамику доллара, был приятно удивлен, что сработала моя давняя отложка с уровня 110.40. И на ней удалось на этом ордере немного заработать. Опять же, сейчас мы повторяем то, что американская валюта активно растет, потому что она опирается в целом на тотальное восстановление именно новостного фона, улучшение новостного фона в плане макроэкономических отчетов. У нас накануне вышел релиз по индексу цен производителей. 2,1% с 1,3% – сильная статистика. Индекс цен производителей – это то, что предваряет рост инфляции. Протоколы также сообщили о том, что риски теперь снижаются. Кроме того, текущая монетарная политика, я имею в виду текущий уровень ставок, будут уместны в течение более длительного периода времени. Поэтому доллар собрался с силами. Индекс доллара сейчас на трехлетних максимумах. И американская валюта смогла прорваться вообще вдоль всего широкого рынка и оказала давление и на защитные инструменты, и на, безусловно, рисковые активы. Золото 1610, друзья, долларов за тройскую унцию. Сейчас поговаривают уже о том, что золото растет не просто так. Золото растет, потому что влияние вируса на мировую экономику будет настолько разрушительным, что центральные банки будут вынуждены прибегнуть к беспрецедентным мерам экономического стимулирования, которые приведут к обесцениванию, снижению курсов валют из-за новых девуляционных трендов и войн. Это так. Кстати говоря, я прямо сейчас готовлю ролик по биткоину. Мы его запишем уже в эту пятницу. На выходных он, возможно, появится уже на нашем канале на YouTube, где я также буду связывать именно влияние вируса, возможные последствия для мировой экономики, для инфляции валют. И все это подведу к тому, что у биткоина вырисовываются очень неплохие перспективы для роста. В отношении золота, друзья, есть цели 1800, 1900 и 2000 долларов за тройскую унсу. Золото – это классическая тихая гавань, которая позволяет выигрывать, когда прочие инструменты проседают в плане вот этих стимулов и логичных действий по девальвации со стороны региональных ЦБ. Евро против доллара снижается, друзья, и будет падать, поэтому я думаю, что останавливаться на евро уже не будем. Причины всем ясны – слабая статистика и давление доллара. Фонд против доллара 1,2911 мы снизились, как я и говорил. Друзья, вот вам и рукой подать до цели 1,2850. Сегодня выйдут данные по уровнячным продажам. Их обычно рассматривают с позиции более значительного влияния на динамику валюты, чем даже данных по инфляции. Ну, сегодня посмотрим, так это или нет. Повторюсь, что в 12.30 выйдут отчеты по потребительской активности. Если данные разочаруют, то фунт точно сделает нашу цель, друзья, уже в первой половине дня. Ну и без статистики мы видим то, что фунт под давлением за счет восстановления доллара. Поскольку мы уверены в том, что доллар будет дальше расти, считаю, что фунт вообще обречен на дальнейшее снижение. Австралия с против доллара 0,6650. Здесь также у нас очень хороший профит, друзья. СНП сделали прогноз о том, что Резервный банк Австралии обязательно снизит процентную ставку в апреле. Это неизбежное решение, потому что распространение коронавирусной инфекции замедлит экономический рост до 1,7% с 2,2%. Кроме того, в пользу снижения процентной ставки сегодня, как мы с вами предполагали, говорят и данные по рынку труда, уровень безработицы вырос с 5,1% до 5,3%. Это плохо. Поэтому австралиец будет идти в район 0,66. И там мы снова будем, друзья, фиксировать профит. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok